Приветствуем всех. Если я правильно на мостике, надо с кем-то поговорить. Дрейк. Я слышал. Я хотел поблагодарить вас. Вы помогли мне. Защитили от остальных. Амитап... Защита. Еще одна из иллюзий жизни. Ничего не бывает. Все мы преследуем личные цели. Кто вы? Что ищет эта команда? И что насчет этого краулера-дикаря? Правда, что краулеры пожирают людей? Не всех. Только жертв. Давно вы здесь? В этом путешествии? Слишком давно. А что насчет той легенды? Что такое каменный склеп? Этот второй ангел и третья часть моря сделалась кровью? Кровь. А на что, по-твоему, похож склеп? Подумай. Ну что может лежать в могиле? Эй, как делишки, чувак? Стони, ты когда-нибудь бывал в машине? Дерьмо эта машина. Таких, как мы с тобой, они на пушечный выстрел к себе не подпускают. Зато, когда на них нападают краулеры или пираты, сразу начинают звать на помощь. Яйцеголовые. Точно! Прям как этот дура Финч. Барракуду бы ей в задницу засунуть. Зато другая, профессор Гилмор. Очень даже ничего. Тебе-то откуда знать? Подожди, увидишь. Сомневаюсь, что мы ее еще увидим. Зуб даю, она тебя подставит. Уильям, похоже, вы со Стони решили устроить соревнование. Соревнование? О чем ты? Соревнуйтесь. Кто из вас больший болван? Глупо лишний раз рисковать своей жизнью. Ты иногда слишком открыт в общении с людьми. Ага. Ты хочешь сказать, что мне следовало перебить вас, когда вы захватили мой транспорт? Ты это имеешь в виду? Нет. Возможно, ты слишком активно общался в Атаками. С кем ты там разговаривал? Так. Был парень, некто Шентиман, с виду вроде нормальный, и женщина по имени Гвен. Ну и, разумеется, профессор Гилмор. Твои друзья? Нет. Почему ты спросила? Разве мир обязательно делится на друзей и врагов? Значит, таким ты его видишь? Возможно. Вообще-то, я думаю, что мир делится на обманщиков и глупцов. Очень оптимистично, Анжелина. Оптимизм, идеология убийц и наемников, Уильям. Мы с тобой вряд ли тянем на трусов или головорезов. Так кто же мы тогда? Время покажет. А может и нет. Да, прекрасный подход. Ну, кто у нас куриц мы знаем. Ну, значит, он получится обманщик. Ну, наконец-то нам сообщили, что в Доке что-то появилось. Фази, я, конечно, мог бы у тебя спросить, что это за история с каменным склепом. Но почему ты уверен, что ответа не будет? Уильям, Уильям. До поры до времени тебе никто не сможет дать ответ. Впрочем, вы, брыдкая молодежь, всегда придумываете его сами. На тушь точно не расколется. Попомни мои слова. Слово серебро, молчание, золото. Логично. Похоже, ты мне не доверяешь. Ты не можешь убить меня, потому что это запретил НАТО. Ты мог бы выкинуть меня в каком-нибудь убогом поселке, но вряд ли поступишь таким образом. Поэтому остается два варианта. Вы просто притворяйтесь безжалостными пиратами, либо... Либо что? Парень, прежде чем ты начнешь делать выводы, скажи мне, что означает символ крыльев на обшивке Харвеста? Это моя матушка придумала. Как-то раз в плавучем бомбе она даже показала мне настоящих живых птиц. Она говорила, что в наземные времена крылья считались символом коммерции. Люди поклонялись богу по имени Гермес. О, да. Глашатый богов. Покровитель коммерции, хитрости, воровства, путешественников и смутьянов. Порой люди проводят удивительные параллели. Именно. Поэтому пара крыльев – символ нашей семьи. Да уж. Крылья. О, похоже, мы приближаемся к одному из внешних форпостов машины Антарктика. Тебе лучше подняться на мостик, парень. Сейчас не понимаю, зачем вот этот циклок так вот делать? То есть, раньше мы просто общались, как сказать, через один список. И не приходилось вот так вот перекликивать. Не, я понимаю, что вроде как немножко атмосфернее, но... Тифон мог меняться просто от своего персонажа. Благословенный Тифон! Мы прибыли, Уильям. Теперь вашей дрожащей мадам Финч нужна лишь рука, которая поможет ей сойти с корабля. Вы хотите, чтобы я ее взял и отвез туда? Нет. Почему ты так решил, помощник? Ты можешь взять ее где угодно, хоть тысячу раз подряд. Я, кажется, не совсем понял. Ступай себе и следи за кормой. Учти, это опасное море. Здесь хозяйничают пираты и еще бог знает что. Есть, капитан. Буду осторожным. Осторожность? Салям, помощник. Помни, чтобы заметить опасность, не обязательно глазеть по сторонам. Салям. Пять или иной? Да. Еще раз. Процесс? Салей. Салей? Да, да. Мне кажется, нравится шустрый корабль, но... Примирает, кстати. Наш разведчик слишком уж быстро. Да и почему-то достаточно непротивненький, и он всегда оказывается быстрее. Посмотрим, что будет в этот раз. А, оснащение. Так, эмиссар в обязательном порядке. Потому что, если я правильно помню, мы выведем из строя корабля, в год не возвращается, и мы получим за него большие выгоды. Вот тут, помню честно. Бега. Ничего себе. А-а-а, то есть для плазмомет или для гатлинга. Интересно, что это типо-лимпийское означает. То есть это не общее повышение урона на конкретных оружия. У нас плазмомет, что это плазмомет. Вендетта снайпер есть. А, тут Вендетта и Гатлер. То есть они для меня бесполезны получаются. Ну хорошо. Всегда могло бы не хуже. Так, собрали доктор Феджетов. Просто машина. Трактика. Вечная должна пострадать. Так, по сказкам. Моря около высокой. Кишат пираты и краты. Трапислава защищена. Посмотрим, что творится. Хм. Нарвинг. Нарвинг. Хм. Нарвинг. Субтитры делал DimaTorzok Не волнуйся, док! Дрейк хороший парень! Я не о Дрейке говорила, ты... Мы все правильно понимаем, все что мы всегда будем. Надо немножко вперед осмотреться. Как-то сейчас мы на обычном кораблике. Может, немножко и под ударами стоять. Субтитры делал DimaTorzok Девушки отдыхают. А, идемте мне. Снайперы! Это с осадок! Эй, парни! Смотрите, это же та сушеная кинька Финч. Доктор Аптоленеборг передает вам галяйчей блее. Серьезно? Я в упор помогу? Варюга. Он модернизировал свои корабли. Принечтёкся их. А что ж тут? Небеса, азарий! Ого, Виллиан! Нам надо быть позорочным! Противник взял меня в прицел. Но вы должны охранять меня. Моя броня! Похоже, я не затяну. Тупые критики. Я плачу вам не за то, чтобы эти бандиты рвали вас на куски. Тупые критики. Ай, блин, блин. Хорошо. Тупые критики там еще есть. Нет, Виллиан с Толли совсем разобрался. Мой не в меру амбициозный коллега. Он хочет заполучить мое супероружие и навсегда вывести меня из игры. Дорогая жилья, не глубоко насыряйтесь за вашу академическую жизнь. Ребят в меру. Кu-ку... Что же это? Стою меру сюда подрепали. Кто-то, что я не буду делать? Ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ка. Ку-ку-ку-ку-ку. Пу-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку. А, тут я ММ. Я же увидел. Ладно, щас немножко зачистим. Или, конечно, не видно, что я там МИД спасал. ММ. Странно. Ладно. Ладно. Так. Нивелир. ММ. Странно. Прямо сейчас так понимаю, что в любой момент он будет сейчас наступить. Далековато, что ли? Прямо сейчас. Прямо сейчас. Может, он захватить. Просто он перехочется после того, как я уже нажал стрельбу. Печалька. Печалька. Ладно. Я так понимаю, что это все за нами. Автопилот. Блин. Ну, почему-то я подозреваю, что бонусная цель была именно схватить этого паренька. Попытаться переиграть и все-таки плазму джет. Блин. Ладно, попробуем. Ну, разумеется, это просто к нам финал поставлю. Если он будет благоприятным. Да. graphон. It's not really! Rhett- Ты чистый, кого, а чем потом пожалеешь? Ммм, странно. Я почему-то думал, что... награда не случайно варьируется. Кстати, Беллоус... А, хотя я, наверное, поставлю этот момент. Это, оказывается, тот парень, который нас отвлек и из-за которого главного героя украли Харвестер. Странно. Я уверен, что в этот раз я больше противников нивелировал. Ну, видимо... Это не в счет. А, да. В голову здесь надо было стрелять сами оружие. А так, получается, мы его не пощудили, а казнили. Ну, честно говоря, я даже не помню, кто это такой. Харвестер. Грузовик Дрейк Энтерпрайзис. Ну, как жизнь? Я смотрю, она бежит все быстрее и быстрее. Здесь такое неспокойное море. Тогда возьми меня. Я могу быть такой же непредсказуемой, но я ласковая. Мэйлин, я начинаю нервничать. О, ну хоть какая-то реакция. Да уж, я с Мэйлин согласен, говорит, какая-то реакция. Ну, бросай якорь, помощник. Давай, рассказывай о каменном склепе. И даже не пытайся провести своего капитана. Иначе я примотаю тебя к корме твоими же кишками. По правде сказать, я о нем ничего не знаю. Что? Ты заметил, что я на этом корабле? Мать твою, капитан! Я лишь знаю, что мы должны плыть в Атлантику. В аргентинский бассейн. А потом? Может, ты хочешь, чтобы я отправился туда выпить кофе на пару со Сталиной Эль Топо? Нет. Я договорился встретиться там с профессором Гилмор. Она расскажет мне кое-что о склепе. Конечно, досадно, что нам пришлось тащить Финч в машину. Но слову Гилмор можно доверять. Она появится там и поможет нам. Я давно ищу этот склеп. Очень, очень давно. Я начал поиски через две недели после того, как меня убедили в исчезновении моих родителей. Я родился из искусственной утробы. Эта история стара, как мир. Без семьи ты никто в клан с союзем. Поэтому я решил оттуда смыться. Ох, простите. Прикрой люки, помощник. И заруби себе на носу. Если в аргентинском бассейне я не найду ничего интересного, мне придется тебя убить. Никто не имеет права распоряжаться мной и жизнями членов моей команды. Даже Над, которого я глубоко уважаю, на сей раз тебе не поможет. Но я до сих пор не понял, ради чего весь этот сыр-бор. Что это за могила? О чем сыр-бор? О мечтах, помощник. О мечтах каждого из нас. Так, освободи пространство на мостике. Гуляй. Ай, капитан. Знаешь, я ненавижу гребаную Атлантику. Мне кажется, это впечатление, что... Точнее, оно уже сложилось. Что те, кто занимался озвучиванием, совершенно были не в курсе, как идет сюжет. Потому что парень у нас вроде бы сначала окреп, не дает отпор капитану, так называемому. А тут сразу начинает сгулить. Хотя ладно, может тогда он был на веселе после бара и все-таки прочее. В конце концов, с этой мем так же сгулит. Стоуни, ты сегодня какой-то нервный. Че, лунь? Если он снова покажется, кое-кому из нас захочется крови. Знаю, знаю. Возможно, он из тех, кто убил мою мать. Чувак, забей. Пошли все в жопу и успокойся. Ты ведь не хочешь стать таким же, как этот зацикленный псих НАТО? Почему? Что такое с НАТОМ? А, ничего особенного. Все чики-пики, парень. Вильям, если Амитап вспылит, тебе нечего бояться. В нем просто слишком много энергии. О, правда? Он снова мне угрожал. Надеюсь, то ученые встретят нас в аргентинском бассейне, иначе у меня крышка. Да, будем надеяться. Еще я хотел спросить, что это за склеп? Почему вы его постоянно ищете? Что вами движет? Алчность. Скажем так, мы все следуем зову алчности. Только не я. А, ты не следуешь. Тогда что движет тобой? Только не говори, будто похитив тебя, мы не оставили тебе выбора. Я хотел увидеть мир. Я искал приключений. Возможно, как и мой отец. Да откуда мне знать? Из тебя выйдет неплохой мудрец, Вильям. Что же, до приключений. Надейся, что они обойдут тебя стороной. Ну, конечно. Амитап говорит то же самое. И Анжелина. Похоже, Мэйлин и Стоуни единственные искатели приключений на этом корабле. Каждый делает то, что умеет. Для Мэйлин и Стоуни приключения, возможно, имеют некую ценность. Но, поверь мне, это пустое. Кстати, в Атакама-Сити ты беседовал с одной женщиной. С профессором Гилмор? Нет. С другой. Скажи мне, что ей было нужно? Она вроде бы нормальная. Сказала, что уже где-то видела меня раньше. Давным-давно. Я так и не понял. Давным-давно. Другой жизни. Уильям, рада видеть тебя. Слушай, может, я была не права? Возможно, нам действительно не хватает оптимизма. А я думал, оптимизм, удел головорезов и... Кого там еще? Наемников? Идеология наемников? Ладно, у меня есть дело к тебе. Уильям. Да? Уильям чудотворец. Что-что? Эй, алло. А метап изменил курс по твоей просьбе. Значит, ты у нас особенный? Ну, я просто слегка вырвался. Вперед в погоне за информацией. Анжелина, что ты видишь во мне? Импульсивного молодого человека. Того, кто познал одиночество. Человека, потерявшего семью. Ты так говоришь, словно тебе наплевать. Как будто в этом нет ничего особенного. Ты не прав. Только тот, кто познал эту боль, может спокойно говорить о ней. Что ты хочешь сказать? В десять лет я была вынуждена покинуть семью. Над забрал меня. С Надом? Они что, продали тебя? Нет, 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 нет. Это было предсказано. Повсюду какие-то намеки. Тайны. Что это за секрет, Анжелина? Что, черт возьми, здесь происходит? Терпение не входит в список твоих добродетелей, Уильям. Но ты мне все равно нравишься. Что? Анжелина, прошу, останься. Анжелина! Так, я себе пройду, попробую, что здесь просто уже. Поехали, с Фазей поговорить. Фазей, можно тебя кое о чем спросить? Ты уже спросил. Да черт! Нужной отвертки никогда нет под рукой. Я насчет Анжелины. Вы с ней давно вместе? В смысле, в одной команде? Много лет. И на самом деле здесь две команды. И ты это уже заметил, так ведь? Стоуни, Дикарь и Мейлин. А ты наблюдателем. Да, парень. Анжелина, я и Нат уже давно держимся вместе. Она с нами выросла, а я постарел. А Нат? Нат устал. Конечно, если подумать, в мире есть родители получше, чем мы с Нат. Например, ее настоящие родители. Смотри сюда, парень. Видишь эту штуку? Что это? Какая-то трубка. Ну, что... Трубка, все верно. Она соединяет два поляризатора дипольного двигателя и состоит из микроскопических необиевых клеток, которые связаны между собой контактами роллинга. Я понял. Иногда все гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд. Верно. Но фокус в том, что я использую этот старый соединитель как обычную трубу. И только. Мне он больше не нужен, но из него вышла отличная прокладка. Значит? Значит, иногда что-то сложное может быть по сути невероятно простым. Почти в яблочко. Я заметил, Мэйдэй положила на тебя глаз. Она красива, молода и жаждет взять от жизни все. А ты, кажется, искал приключений. Ну, в общем, да. Но не то чтобы... Я слегка удивлен. Да уж. Мы похитили тебя, оставив без малейшего выбора. Потому что нам был нужен твой корабль. Теперь тебе кажется, что мы ищем сокровища. Ты озадачен сбить с толку, ищешь ответы. Прими добрый совет механикам. Если жизнь протянула тебе руку помощи, хватайся за нее не раздумывая. Выброси из головы легенды, могилы и вторых ангелов. Просто держись за руку и не отпускай. Но помни, не стоит цепляться за нее вечно. Да ладно. Если бы там в этот раз мы говорим, в следующий раз. Что ж. Надо подумать. В Сиднеле Просто добавить бой И все же заменить. Но на этом, в любом случае, пока что все.